Дорогие друзья, нам чаще всего в жизни нравится начинать, но не заканчивать. Нам нравятся встречи, но не расставания. Однако в Священном Писании Иисус называет себя альфой и омегой. Он первая буква алфавита и последняя буква алфавита. Он начало и конец. Мы же хотим, чтобы концов не было, чтобы не было завершений, только одни созидания без разрушений, альфа, новая альфа, супер альфа и лишь бы никакой омеги. Но все дело в том, чтобы пришло новое начало, должно завершиться то, что существует сейчас. Поэтому Священное Писание показывает, что Бог и созидает, Он творец, однако Он и разрушает, Он все приводит к своему финалу. И точно так же в нашей жизни есть начинание, есть начало года, есть завершение года. И, возможно, в этом уходящем 2023 году у кого-то были печальные события, расставания, печальные события, каких-то разрушений, у кого-то иллюзии разрушились, у кого-то мечты разрушились, у кого-то, возможно, дело разрушилось. Но вы знаете, при правильном отношении любое завершение – это необходимое условие для того, чтобы началось что-то новое. Я очень хочу, чтобы в новом 2024 году для нас открылись новые горизонты, были новые начинания. И чтобы мы осознали – прекрасен не только восход. Сегодня я ехал, такой был красивый сегодня у нас восход в городе. Но закат не менее красив. Поэтому огромных благословений всем, чтобы мы могли выйти из разочарования, выйти из какой-то боли, выйти из разрушенных иллюзий. Слава Богу, что разрушились. Слава Богу, что расстались. И войти в новое, в новое начало. И пускай этот год будет не просто новым по цифре, по сущности будет новым для каждого из нас. И что бы ни случилось, любите и цените своих ближних. Всегда легче идти по жизни, когда кто-то нас поддерживает. Всегда легче совершать свой жизненный полет, когда кто-то рядом. Пусть в этом новом году у вас будет больше любви, тепла и нежности в отношениях, больше чуткости и внимания друг к другу. Не забывайте, что Бог действует на этой земле через нас. С новым 2024 годом! Поздравляем вас!